Ближе к народу В Алматинской области отметили 21-летие создания партии большинства Нур-Отан В здоровом теле здоровый дух Шритыцузские спортсмены в прошлом году завоевали порядка 3000 медалей Самых лучших Аким области отметил благодарственными письмами Новая награда Известный архитектор страны Кабиб Аулыков получил звание почетный гражданин Алматинской области 21-й день рождения отметил Алматинский областной филиал партии Нур-Отан Торжественное мероприятие, организованное в честь праздника, открыл Аким Алматинской области Председатель филиала партии Аманда Кбаталов В своем выступлении глава региона подчеркнул, что за 21 год своего динамичного развития Партия большинства зарекомендовала себя как надежная политическая опора Которая объединяет верных сторонников единства, стабильности и процветания Казахстана В ходе торжества благодарственными письмами за неоценимый вклад в становление и процветание Нур-Отан Был отмечены более 20 ее членов Также в этот день ряды партийцев пополнились 10 новыми членами Из числа педагогов, государственно служащих, предпринимателей и других К слову, всего на сегодняшний день в рядах Нур-Отан более 100 тысяч ретесурцев В регионе действует свыше 350 первичных партийных организаций Наша партия Нур-Отан, как всегда, ответственная политическая сила Всегда принимала непростые, но жизненно важные для страны решения Неизменно добивалась их выполнения, разделяясь народом все трудности и испытания За годы независимости в нашем обществе сформировались главные ценности Объединяющие всех казахстанцев и создающие надежный фундамент для уверенного будущего страны Слова благодарности и аплодисменты в Талдыкургане сегодня были адресованы спортсменам региона Внесших весомый вклад в развитие спорта не только Алматинской области, но и всего Казахстана В торжественной обстановке лучших атлетов региона чествовал глава края Аман Акбаталов Под Шанраком Салтанат Сараев в этот день собрались лучшие спортсмены Алматинской области Каждый из них чемпион и призер крупных международных стартов Они – пример для подражания Они вдохновляют миллионы на активный досуг и здоровый образ жизни Заряжая верой в собственные силы В регионе большое внимание уделяется созданию доступной и качественной спортивной инфраструктуры Ежегодно в области строятся крупные спортивные объекты Только в этом году планируется сдать в эксплуатацию 7 физкультурно-оздоровительных комплексов И это не весь перечень благих инициатив Мы ежегодно выплачиваем за счет местного бюджета 108 ведущим спортсменам ежемесячные стипендии Из них 28 спортсменов Спортсмены у них ограниченные возможности Мы им тоже помогаем То, что вкладываем, получаем вот такой результат от вас За это я вам хочу сказать огромное спасибо, молодцы Главная задача наша, чтобы здоровая нация была Здоровая нация и надо массово привлекать людей к занятию физическим спортом Прошлый год выдался весьма насыщенным для спортивной дружины Алматинской области Завоевано около 3000 медалей, из них около 1000 золотого достоинства Один спортсмен получил почетное звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Еще 34 удостоились звания мастера спорта международного класса Шесть спортсменов региона получили лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио Это лучший результат среди областей и городов страны Готовимся мы очень усердно, вообще со сборов не вылазим Все время на сборах Ну а от Олимпиады, наверное, как и каждый спортсмен, мы ждем только золотой медаль Ну, если даже зайти в пятерку, именно в нашем виде, это уже достижение Алматинская область – одна из тех регионов страны, где развитию спорта уделяется колоссальное внимание 2019 год в регионе ознаменовался многочисленными победами талантливых спортсменов Плестящие результаты показали практически в каждом виде И все это атлеты связывают с большой поддержкой со стороны руководства Алматинской области В данный момент в каждом дворе, можно сказать, в каждом районе есть спортзалы, есть тренировочные площадки, воркаут для занятия спортом Дальше уже кто хочет профессионально заниматься, уже есть творцы спорта «Жастар» в нашем городе, спорткомплексе «Урке», теннисные корты Вот у нас очень много таких спортивных площадок и я думаю, мы идем в правильном направлении развития спорта В этот день за особые заслуги более 50 спортсменов региона отмечены благодарственными письмами Акима области Аман Икбаталов лично вручил каждому из них дипломы и денежные сертификаты Среди награжденных и самые молодые спортсмены региона, которые уже с малых лет высоко поднимают голубой флаг Казахстана на мировой арене Живу в областном детском доме номер один, спасибо нашему детскому дому за то, что он поддерживает нас во всем Джу-джитсу я занимаюсь уже два года, выиграла чемпионат мира в Арабских Эмиратах, первое место заняла Я очень рада, я бы не стала быть чемпионкой без наших тренеров Я бы хотела стать знаменитой чемпионкой мира и тренировать маленьких детей, как сейчас я в будущем В этот день помимо атлетов был отмечен труд представителей СМИ, освещающих спортивную жизнь области Среди них и наш коллега Алексей Цой Молодой специалист уже успел стать главным спортивным журналистом телеканала ЖТСУ Оперативно и главное, качественно освещая события региона Его девиз – спорт в любую погоду и в любое время Мне 21 год, в журналистике работаю относительно недавно Сам я спорт очень люблю, еще со школьной скамьи я занимаюсь спортом Люблю очень волейбол, баскетбол люблю Хочется сказать огромное спасибо Амадыку Габасовичу Баталову, Тинезбаеву Нурбахату За то, что оценили мои труды И думаю, что такие награды в дальнейшем будут меня стимулировать Работать только усерднее, освещать спортивные события Встреча прошла в дружественной и непринужденной обстановке Двухчасовой диалог с Акимом области оставил в душе каждого гостя Теплые и яркие впечатления Награда нашла своего героя, почетному архитектору Казахстана И просто человеку с большой буквы Каби Баулыкову исполнилось 65 лет За большой вклад в социально-культурное развитие области В канун своего юбилея он был удостоен звания почетным гражданин Алматинской области Мечеть в городе Баян-Ульгей в Монголии Мавзолей и культурный центр Аль-Фараби в городе Дамаск в Сирии Монумент Дружба народов Здание Конгресс-Хола в столице Казахстана А также многофункциональный комплекс «Маяк» в городе Ахтау Все эти объекты – творение рук талантливого архитектора Каби Баулыкова Более 40 лет он посвящает себя этой уникальной профессии Из них 37 лет Каби Ага трудится на Жатасузской земле Начиная с 2001 года в тандеме с Акимом области Аманды Камбаталовым реализовано немало крупных проектов Главные достопримечательности Талдыкургана являются замыслами этого человека Когда я Акимом стал, я Каби Баяделовича позвал, сказал, что моим советникам Давай вместе будем реализовывать вот эти проекты Каби, мы вот я как сила им создать Я талантливый архитектор Архитекторов талантливых мало Вместе будем реализовывать все замыслы, которые у нас есть Сколько у нас возможностей будет Вот для молодых Сейчас в Шахтерге пример Каби должен быть Каби Баулыков является автором плана застройки нового юго-западного жилого района Многочисленных скверов, а также ипподрома и аквапарк областного центра Уникальные объекты, такие как парк Жастар, памятник, посвященный Хадргали Жалаири И трём биям казахского народа, плод трудов Каби Ага Выступая перед активом области, он выразил огромную признательность Акиму области За оказываемую поддержку и заверил, что и далее будет работать во благо развития ЖТСО За эти годы, как архитектор, я думаю, огромную лепту, может быть, сделали Ну, народ видит это, оценит Ну, на сегодняшний день город у нас вырос Для нашего города надо ещё много строить Я люблю свой город, зелёный, компактный такой Все знают об этом Поэтому давайте будем любить все вместе наш город Оценили мой труд, наградили званием почётных гражданин области Огромное спасибо Аманду Каласычу Минувшей ночью ушёл из жизни почётный архитектор Республики Казахстан Кавалер Ордена Курмет, деятель культуры Казахстана, Казбек Жарылгапов Он является автором более 40 памятников и авторских работ, установленных в Казахстане и за рубежом Среди самых значимых – монумент независимости на площади Республики в Алматы И первый в Республике соборной мечети в Казларде, Талдыкургане и Южной столице Свою лепту Казбек Жарылгапов внёс и в творческую жизнь Алматинской области Он является автором памятников, посвящённых Жамбулу Жабаеву и Суинбаю Аронулу Вся общественность ЖТСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким усопшего В связи с этой тяжёлой утратой Свою месячную заработную плату Аким Текили планирует отдать тому, кто выявит организованную группу Занимающуюся доставкой контрафактной алкогольной продукции в город Поощрительные вознаграждения Бахтияр Унирбаев обещает и тем, кто будет активно заниматься Фиксированием всех совершаемых противоправных действий в общественных местах Текили И отправит фото и видео на сайты городской администрации и полиции Таким путём Аким планирует улучшить жизнь горожан и сделать Текили безопасным для всех По словам Бахтияра Унирбаева, с которым журналисты встретились на информационной площадке ЖТСУ Медиа На сегодня обозначены 10 задач Среди них Текили город безопасный, популярный, туристический, благоприятный для инвестиций и подчиняющийся порядку Для достижения этих целей крайне необходима совместная работа с населением У нас город небольшой, 33 400 граждан, жителей в нашем городе И каждый житель будет с любовью относиться к своему дому, к своему двору, к своей улице Вообще в целом своему городу естественно будет порядок В первую очередь должен быть какой-то гражданский долг, ответственность каждого жителя должно быть И в этом плане именно на те чувства я призываю граждан, чтобы любили город В чистоте и порядке содержали и не нарушали В материальном плане тоже будем стимулировать Потому что за каждое фото и видео любого правонарушения буду поощрять призами, подарками И самый главный приз, подарок это месячный оклад Ахима города Текили К другим темам В Восточном Казахстане произошло серьезное ДТП Автобус с детьми, ехавшими на соревнования, столкнулся с грузовиком В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили Авария случилась недалеко от Пропарщикова Этот населенный пункт находится в Глубоковском районе Дети выехали из областного центра ВКО в Шиманаихинский район Там у них было запланировано участие в спортивных состязаниях Их сопровождали полицейские Предварительно во время движения автобуса перед ним появилась большегрузная машина К месту происшествия сразу были направлены врачи и сотрудники правоохранительных органов К счастью, никто не погиб Отмечается, что в больницу отвезли 8 ребят В пассажирском транспорте ехали 53 человека 46 из них дети Стражи порядка выясняют все подробности произошедшего Озвучена причина аварийной посадки самолета Ан-2 Врачи санавиации вылетели в село Аксуат, где должны были забрать в Усть-Каменогорск 4-месячного малыша с пневмонией Уже после того, как самолет набрал высоту, командир экипажа заметил техническую неисправность двигателя Ан-2 стал терять мощность, чтобы не рухнуть на село Командир воздушного судна до последнего вел его в поле При посадке загорелся двигатель Самолет провалился в снег и его перевернуло Пилотам и медикам удалось выбраться из горящего самолета Через несколько минут на место ЧП прибыли спасатели В продолжении выпуска другие интересные события Оставайтесь с нами С любовью и заботой 189 нуждающихся ребятишек получат различную помощь Из средств, вырученных на благотворительном концерте Картины, как отражение души В художественной галерее прошла выставка от именитых художников страны По труду и награда Борцы Алматинской области вернулись из международного турнира по греко-римской борьбе На греческих островах Лесбос и Хиос продолжились выступления местных жителей Против плана правительства построить новые лагеря для мигрантов У деревни Монтадамос, рядом с которой должен быть построен этот лагерь Произошли столкновения манифестантов с полицией По данным МВД, в ходе стычек пострадали 10 манифестантов и десятки полицейских Отметим, правительство планирует завершить строительство закрытых центров для мигрантов На пяти островах Эгейского моря к лету Сейчас в лагерях, в которых живут более 38 тысяч человек Царят анархия и антисанитария Азия, Европа, Америка, Австралия, Африка Новый коронавирус расползается по частям света В 38 странах мира число зараженных COVID-19 превысило 81 тысячу От болезни, вызванной вирусом, скончались свыше 2700 человек При этом более 96% случаев инфицирования зарегистрированы в Китае, ставшим эпицентром эпидемии Цифры меняются постоянно В Старом Свете с болезнью столкнулись жители 11 стран, включая Австрию, Германию, Францию и Испанию Большинство случаев COVID-19 отмечено в Италии, где карантинные меры затронули 50 тысяч человек Добралась на пасть и до Латинской Америки Бразилия стала первой страной, официально подтвердившей выявление нового коронавируса у одного человека Забавные кадры из Турции Перед началом концерта симфонического оркестра, когда музыканты только настраивали инструменты На сцене вдруг появился еще один артист – кошка Сначала она настойчиво требовала ласки Потом, к восторгу зрителей, начала играть с платьем виолончелистки Ее пытались поймать, но в руки она не далась Попробовав себя в роли дирижера и сорвав аплодисменты Кошка пристроилась на крае сцены и вместе со зрителями стала слушать концерт Продолжаем выпуск «Твори добро» Благотворительный концерт организовали преподаватели, ученики и их родители школы имени Макаренко Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Забота» Все собранные средства участники направят на оказание помощи нуждающимся ученикам Подробности в следующем материале Ежегодно республиканской акции преподаватели, ученики и их родители подготовились основательно Креативно подошли и к оформлению учебного заведения Яркие шары, поучительные цитаты и картинки – все сделано своими руками Для гостей была развернута выставка различных изделий из металла, дерева, бумаги и других материалов Главным гвоздем программы стали музыкальные номера детей Много лет проработала педагогом, психологом В данное время моя внучка и внук учатся в этой школе На протяжении многих лет я в этой школе Все общественные деятельности школы постоянно проводятся мероприятия Напомним, республиканская акция «Забота» направлена на оказание социальной помощи детям Из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей Поддержку получат 189 мальчиков и девочек Наши дети такие талантливые и активные Мы очень ими гордимся Они с детства понимают, что нужно помогать ближнему Концерт организован силами самих учеников Они исполнили зажигательные песни и танцы Считаю, что цель мероприятия не только сбор денег на помощь нуждающимся Но и на раскрытие потенциала школьников Их умение выступать перед людьми Все собранные средства будут направлены на покупку Различных школьных принадлежностей для малоимущих детей Это портфели, школьная форма, тетради, ручки и другая атрибутика Дамиранитов, Аблайкатхпай, Телеканал ЖИЦУ Труппа молодого театра традиционного искусства Алатау Впервые выехала в гастроли Поездка организована в рамках подписанного меморандума Между городом Алматы и Алматинской областью В течение двух дней в здании театра имени Бикин Римовой Гости будут представлять свое искусство Об этом говорили представители театра на брифинге Который прошел на информационной площадке ЖИТСУ Медиа Ценители искусства Талдукургана смогут насладиться поэтическим концертом Мухагалимен Сарласу и музыкальным спектаклем Жор Жолбарас Свой тур коллектив завершит гала-концертом Хочется напомнить, театр Алатау в городе Алматы Создан всего 4 года назад Где на сегодня там работает более 200 человек Он был в начале концертной организации И с недавнего времени, почти год или полтора Он начал действовать как театр И мы ждем от зрителя самых благоприятных пожеланий Для дальнейшего развития нашего театра Как зрители видят наш театр в дальнейшем Как они хотели бы видеть нашу репертуарную программу Репертуарную политику Естественно и сами имеем свой багаж Свои планы на будущее Но в то же время не помешало бы услышать мнение Нашей уважаемой публики Уровень артистизма, мастерство декламации И выразительность чтения Стали предметом обсуждения жюри Конкурса специалистической постановки Среди учащихся общеобразовательных школ Талдыкургана Впервые в областном центре состоялось мероприятие Нового формата Приуроченной памяти классика казахской литературы Ильяса Жансыгурова Как отмечают инициаторы конкурса Из 20 школ города В отборочный тур прошли 12 учебных заведений По условиям литературного соревнования Конкурсанты исполнили отрывки из прозы Филетонов, поэм и других работ казахского поэта По итогам прошедших туров Единогласным решением жюри Были определены победители Так, среди призеров ученики Школы гимназии номер 19 Детского дома Айналайн Школы номер 15 В индивидуальных выступлениях Лучшими стали учащиеся Номер 2, 18 и 11 школ Им были вручены дипломы и денежные призы В этом конкурсе, посвященном Ильясу Жансугурову Мы от детского дома Айналайн Представили публике и жюри Отрывок из поэмы «Кулагир» Во время выступления Наши ребята словно переживали чувства Главного героя поэмы Казахского певца Ахана Сире Чей верный конь Кулагир Погиб от рук завистников Поэтому исполнили этот отрывок С большим чувством Я надеюсь, что мы победим в этом конкурсе Со дня гибели великого казахского писателя Прошло 82 года В память о трагической дате Литературный музей ежегодно проводит мероприятия Посвященные Ильясу Жансугурову Такие как поэтические вечера Встречи и другое В этом году мы организовали проведение конкурса Среди городских школ Но мероприятие было проведено в необычном формате Дети выступали с театрализованными сценками Из отрывков произведений Ильяса Девизом конкурса является призыв Стремись к искусству, современник Такие мероприятия помогают пропагандировать Среди подрастающего поколения Духовные ценности Патриотизм и любовь к родине Через произведения великого Аклына Во имя искусства 30 лучших картин отечественных мастеров кисти и красок Украсили художественную галерею Талдыкургана Выставка Орлео в рамках года волонтеров Ознаменовалась им мастер-классом для начинающих талантов Современное искусство в сплетении с классическим жанром Именно такое сочетание могли наблюдать зрители В художественной галерее Талдыкургана Полюбоваться творениями искусства Собрались порядка 50 учеников школ искусств Талдыкургана Будущие последователи Аблхана Костеева По достоинству оценили картины Говорят организаторы Мы хотим через такие выставки Донести до молодежи ценности искусства И пробудить любовь к творчеству Картины действительно завораживают Каждую из них посетители рассматривают по несколько минут Это говорит о неподдельном интересе Также для посетителей провели мастер-класс Всего за 10 минут на пустом холсте Появился очередной шедевр Делятся эмоциями гости Авторы выставочных картин Молодые художники из Алматы Уралбек Кабуке Алмаз Нургажаев и Мольдер Сагандак Обладая неординарным мышлением И самовыражаясь через картины Они проводили выставки во всех уголках страны И в республике Кипр Хоть мы и с одной мастерской вышли Наш стиль кардинально отличается друг от друга И это нас объединяет Посмотреть выставку пришло много молодежи Думаю, немало талантов подрастают в Талдыкургане Надеюсь, в будущем организуем еще много выставок здесь На суд зрителей были представлены более 30 лучших картин этих мастеров В будущем организаторы намерены проводить различные выставки регулярно В Беларуси прошел международный турнир по греко-римской борьбе Среди юниоров Спортсмены выступали за право участвовать на чемпионате Азии Сборная Казахстана отметилась тремя золотыми и тремя бронзовыми медалями Среди них борцы из Алматинской области В составе сборной Казахстана выступал и наш спортсмен из Алматинской области Искар Курбаев Он защищал честь страны в весе 55 килограммов Напряженные тренировки и многочисленные сборы дали свои плоды Международный турнир ознаменовался для борца золотой медалью Турнир прошел очень хорошо Соревновался с пятью спортсменами С армянином молдаванином было тяжело Они очень хорошо показали себя В финале вышел с армянином В своей стране он лучше Всех удалось победить Своей победой Искар Курбаев доказал всем, что достоин выступать на чемпионате Азии Он пройдет в Тайланде в середине лета Если там парень завоюет призовое место, получит право пройти на чемпионат мира Всего от страны поехали 18 спортсменов Выиграли шесть медалей От нашей области два спортсмена В копилке области одна золотая медаль Второй спортсмен занял пятое место Теперь будем готовиться на чемпионат Азии Перед стартами спортсмена ждут три учебно-тренировочных сбора Два из них пройдут в Казахстане, один в Армении Алексей Цой, Жаркан Жендаев, Телеканал ЖТСУ Это была вся информация к этому часу Спасибо за внимание До свидания